Медведь Диксон умер, а он не мучился. У него во сне остановилось сердце. Он просто не проснулся. Собственно, больше тут ничего и не скажешь. Но просто в прошлом году я сделал столько роликов об этом медвежонке, что просто не мог не сделать этот. Под Новый год я пытался выяснить, кто же все-таки в него стрелял. Мы записали большое интервью с Дмитрием Калашниковым, который явно знает, кто это сделал. Но так и не сказал нам. 29 декабря вышел вот этот ролик. Подвижен, пока нету. Вот недавно узнавали, нет. В отношении, если бы было, у меня ружье выстрелил бы, я бы нет. Я не знаю, честно, я бы, наверное, воздух побахнул. После этого ролика я пообещал себе, что следующее сделаю только тогда, когда Диксон пойдет на четырех лапах. Не раньше. И вот. Диксона без преувеличения любили все. Под каждым нашим материалом были сотни, да тысячи комментариев с пожеланиями здоровья. Это тот редкий случай, когда не было, пожалуй, ни одного негативного комментария. Его спасли ветеринары московского зоопарка. Если бы не они, то Диксон умер бы еще год назад. Они прилетели, забрали из раненого медведя, который несколько дней валялся в канаве. И вылечили. Я уверен, что он у них бы и пошел в результате. Но они подарили ему целый год жизни. И он был счастлив этот год. Директор московского зоопарка Светлана Акулова написала. Уход Диксона стал ударом для всей нашей зоопарковской семьи. Но наши души греют осознание того, что мы смогли подарить нашему спасенышу еще один год жизни. Лучше и не скажешь. Прощай, Диксон. Субтитры создавал DimaTorzok